14 февраля в этом году оказался самым жарким днём зимы. Катание на коньках за ручку и под зажигательную музыку создали романтическое настроение всем посетителям центра фигурного катания. А у тех, кто пришёл в этот день без пары, была потрясающая возможность познакомиться с понравившимся человеком. Молодёжный парламент подготовил для гостей красочное и незабываемое шоу. Так как 14 февраля уже давным-давно прижился в России, я как помню свои все школьные годы, было классно, когда приходили в школу, получали валентинки, искали свою вторую половинку. Ну и молодёжный парламент также не может остаться неравнодушным к такому празднику. Поэтому зародилась идея, так как зима, сделать это на льду. Огромное спасибо сервизскому Игорю Викторовичу за такую помощь в подготовке, за то, что нам дали лёд. Каток очень быстро наполнился романтиками из разных уголков города. Гости смогли посетить Почту любви, Шуточный ЗАГС и многое другое. Конкурс дартс из валентинок собрал большое количество влюблённых пар. Задача простая – попасть маркером в валентинку и получить свидание в ресторане, сертификат от салона красоты, либо другой ценный подарок от спонсоров вечера. Для разнообразия развлекательной программы организаторы пригласили Одинцовского битбоксера, известного под псевдонимом Том Сойер. Ещё одна из гостей вечера – Дарья Лобода. Юной фигуристке всего 9 лет, но она уже так грациозно выполняет фигурные упражнения на льду. Также для всех желающих были организованы бесплатные мастер-классы по фигурному катанию с пошаговой инструкцией на тему «Найти, влюбить, женить». Чтоб моя Катенька любила меня больше, сильнее, всегда меня поддерживала, выручала. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Отдыхаем, спим в семейном кругу, радуем друг друга подарками, хорошим настроением, теплом, любовью. Поздравляю тебя с этим днём, всё будет хорошо. День Святого Валентина получился не только весёлым, но и поистине волшебным. Судя по количеству сделанных возле баннера Один Лав Каток Селфи, память об этом дне сохранится у многих. Все пары были красивыми, влюблёнными и достойными звания Героя Вечера. Поэтому выделить кого-то было достаточно трудно. Однако главные Валентины Валентина Вечера всё же были выбраны. Им достался кубок и памятные подарки. Милая Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.